Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Больше двух лет не могу отпустить бывшего партнера. Проводила множество психологических упражнений, духовных практик, писала письма. Работала с психологом, но давала это какой-то краткосрочный эффект. Не больше недели меня снова накрывали чувства и постоянные мысли, что я делаю не так. Ну смотрите. Несколько основных моментов. Первое. Поскольку у вас любовная зависимость, процесс выгодный изменений быстрый. Соответственно, сразу возникает вопрос, как долго работали с психологом? Как долго? Это первое. Второе. Если это был один психолог, он вполне мог вам не пройти. Его подход, его личность тоже много зависит. Психологические упражнения это просто технологии, а не ничто, как и духовные практики и писала. Это просто технологии. Без психотерапии непосредственно с человеком это все не имеет смысл. И сами эти техники даже не всегда имеют смысл. Дальше. Вопрос. Что вы будете делать, когда опустите бывшего партнера? Ну, то есть я имею в виду, что вы будете делать, а для чего вам его отпускать? Вы, конечно, скажете, чтобы быть счастливой, чтобы быть свободной, чтобы не было больно. Это, кстати, интересно. Если это так, то вы бежите от боли. Вот вам и причина. Бегство от боли, в общем-то, вызывает привязанность, потому что боль необходимо проживать. Но если вы хотите быть счастливой, если вы хотите быть свободной, то вопрос здесь примерно следующий. А это как? Ну вот, для вас это как конкретно? Что конкретно вы не можете делать в своей жизни сейчас? Что сможете сделать после того, как отпустите своего бывшего партнера? Вот какой вопрос стал основной. Для чего вам это сделать? Сейчас у вас есть смысл. Сейчас вы думаете о партнере, потом обращаетесь за помощью и опять думаете о партнере. Какой-то смысл жизни есть. А убери это всё и что будет? Видите ли, люди не просто так становятся любовно-зависимыми. Любовно-зависимый или жертва действует по такому же принципу, как и жертва любая другая. Это некоторая потерянность, это некоторая такая оторванность от опоры. И как результат не очень явная цель, не очень явный вектор вашего жизненного пути. И соответственно работать вам нужно на этом. То есть я бы здесь обратил внимание не на то, что вы по нему страдаете и так далее. А на то, что в жизни-то у вас помимо чего ещё есть. Такого, чтобы наполняло, чтобы вдохновляло, чтобы вызывало чувства, эмоции. А то ведь вы говорите, хочу отпустить, а зачем? Какой мотив? Если мотива нет, то отпускать не нужно. И отпускать не зашел. Смотрите, какая штука. Поэтому здесь не всё так просто на самом деле. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Как вы расстались? Это травма. Я имею ввиду ваше расставание. И больно. И прожили ли вы этот момент? Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это, собственно говоря, аспект, касающийся ваших чувств и мыслей по поводу молодого человека. Что это за чувства и мысли? Хотелось бы в этом также разобраться. Что в этом вы умыете, что вы хотите по отношению к нему, что вам нужно. Можно по следу вашего желания посмотреть, чего вам так сильно не хватает. Как-то так, я думаю. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.